Наверное, это самый злобный фильм, который я знаю на сегодняшний день. «Ви» означает «Вендетта». И он настолько вот сейчас, я бы сказал так, уместен, прокат этого фильма вот именно сейчас, он бы собрал повторные миллиарды долларов. Вот им надо, видимо, напомнить вот это содержание этого фильма. Во-первых, фильм сам по себе символьно-культовый. Если вы не смотрели фильм, то я вам в двух словах напомню. Это фильм, снятый по мотивам Бадриара «Фатальные стратегии». И это фильм о вероятном будущем Европы. Действие происходит в вероятном будущем Великобритании. И, по сути своей, фильм, он, по сути, насквозь пронизан философией Бадриара и контрфилософией Европы. И, по сути своей, главным действующим лицом этого фильма является никто. Някое лицо, которого нет, в природе не существует. Впоследствии выясняется, что этот некий человек, на котором ставили некие генетические опыты, все погибли, он не мутировал и превратился в сверхчеловека со сверхспособностями. То есть, как бы, желание поставить эксперимент дало сбой. И этот человек решил, что он вернет Британию, вернет Европу в некий вид, в котором царит некий иной порядок, нежели он царит в этом вероятном будущем. Ну, первое, как бы, что мутировало у этого человека – мозги. Он чрезвычайно умен. Чрезвычайно умен. То есть, его разум, он многократно превосходит разум любого человека. Второе, что мутировало – это неимоверная физическая сила. Выбран очень благородный прототип. Ну, то есть, по сути, своей человек, дворянин, у которого вот шесть клинков, шесть кинжалов, которые висят у него вот здесь, и которые он свободно применяет для решения определенного рода интересных задач, которые он перед собой ставит. А задачи он себе ставит очень простые – дезорганизовывать власть, которая существует вот в вероятной, как бы, Британии. И, в конце концов, ему, в общем-то, удается устроить революцию, переворот одному. Не группе лиц, не количеству идей, а именно ему одному. И все потому, что все, что он делает, оно имеет некий запролонированный, алгоритмически выверенный резонанс, который, как бы, поэтапно, постепенно пробуждает людей, как бы. И, по сути, это террористические акты. То есть, он террорист. То есть, по сути, помните, Бодриар говорил, что вот это зло поглощается только большим злом. Да, он террорист, и террорист неуязвимый. То есть, они ничего с ним не могут сделать. И даже в фильме существуют и другие герои, которые помогают осмыслить философию этого фильма, философию этого лица. Ну, вот мы можем начинать с вами потихонечку просмотр. Я не обещаю, что мы посмотрим весь фильм, но основные, как бы, вехи этого фильма мы пройдем. Я, конечно, постараюсь вам показать наиболее интересные, как бы, фрагменты этого фильма. Ну, и, конечно, по сути своей... Я думаю, что вот сегодня в условиях эпидемии коронавируса в Европе вы сейчас будете смотреть «Ви означает вид дета» и потихонечку сопоставлять с тем, что происходило вот в вероятном будущем. То есть, по сути, вероятное будущее начиналось точно так же. Вам было страшно, вы боялись, вокруг бушевали эпидемии, нужен был человек, который бы вам помог, который бы вас спас, и вы с радостью отдали всю ответственность ему. То есть, как бы, вот, по сути своей, это вот идеально. Ну, ладно, давайте смотреть. Зловещая черно-белая Warner Brothers, блин. Да-да, ну, блин, он начинается с черно-белой картинки, зловещая вещица, как бы, да. Мыши летучие, блин, да. Такая вот картинка злобная. Надо сказать, что этот фильм смотрел, не знаю, раз в 50 или 60, наверное. Читаю, он был один из лучших фильмов, который когда-либо был снят. Помню не зря пятый день ноября и заговор пороховой. Проходят века, но скорбь и тоска всегда остаются со мной. Что это был за человек? Я знаю заговорщика, звали Гайи Фокс, и в 1605 году он пытался взорвать парламент. Но кем он был на самом деле? Каким он был? Нас учат помнить не человека, но идею. Его человек слаб. Его могут поймать, его могут убить и предать забрению. Но идея и 400 лет спустя способны изменить мир. Я из личного опыта знаю, что такое сила идеи. Я видела, как во имя идеи совершались убийства. Как люди, что на смерть. Но идею нельзя поцеловать. К ней нельзя прикоснуться, обнять ее. Идея не может истечь кровью. Она не чувствует боли. Идея не умеет любить. Так что не идея, причина моей скорби, а человек. Ну, вот, начало фильм «Казнь», в начале фильма, это, это, так, ну, эпатажно, я бы сказал, в общем-то. Братите внимание, то есть, вот, здесь, она же говорит, причина моей скорби, не идея, а человек, да? То есть, человек, вот это ничтожество, которое называется, как бы, человеком, вот из-за этого все неприятности, из-за того ущербного существа, которое сегодня почему-то принято называть человеком. На человека они не похожи, никто. Не правители, не канцлеры Германии, не... Кто-то хочет мне возразить? Что канцлер Германии похож на человека? Вы про Адольфа Гитлера? Или вы его человеком считаете? Не балуетесь. Это опасно, так думать, как бы, да, то есть, фашизм осужден Нюнбергским процессом. Да, поэтому вам бы надо задуматься десять раз, почему в тридцатом году Адольф Гитлер в Германии совершенно законно пришел к власти в Рейхстане. Его выбрали немцы. Он обещал им что-то, да, он им что-то обещал, что Германия будет превыше всего. Да, то есть, вот, это очень опасный лозунг, крайне опасный. С этого начинается фашизм. Ну, а здесь весь фильм это фашистская диктатура. В Британии, вероятно, будет именно фашистская. И, как вы понимаете, фашизм изобилует разными интересными вещами, которым вы стремитесь полнокровно сегодня в Европе. Как бы, вот, Ангела Меркель, она, в общем-то, положила начало новой Европы фашизму, когда она в одностороннем порядке Ростов-Вошенгенское как бы соглашение с закрытой границей Германии. С формулировкой, которая называется «Немцам вдруг нечего есть будет». Ну, и так нечего скоро будет есть. Ну, ладно, давайте дальше. Из-за него я помню 5 ноября. Его я никогда не забуду. Итак, я тут узнал, что бывшие Соединенные Штаты так остро нуждаются в лекарствах, что якобы нам послали несколько больших контейнеров, груженных пшеницей и табаком. По их словам, это жест доброй воли. Хотите знать, что я об этом думаю? Вы смотрите мою передачу, стало быть, хотите. По-моему, самое время показать колониям, что мы о них думаем. Пора им ответить за небольшое чаепитие, которое они нам устроили несколько веков назад. Предлагаю сегодня всем пойти в порт и свалить это дерьмо туда, где место всему, что извергается из скотских шлюх Америки. Кто со мной? Кто со мной, чертяки? Вам понравилось? США. Скотские шлюхи Америки из-будов можно отправить. Была страна, которая имела все, абсолютно все, а сейчас 20 лет спустя. Что это? Крупнейший в мире лепрозорий причина. Безбожие. Попробую выразиться иначе. Безверие. Вовсе не война, которую они начали, не вызванная ею эпидемией. Это божий суд. Никому не избежать от своего прошлого, никому не избежать судателем. Думаете, его там нет? Думаете, он не смотрит на нашу страну? А как еще объяснить это? Он испытывал нас, и мы выдержали испытания. Мы выполнили свою задачу. Извинтон, Энфилд. Я там был, я все видел. Иммигранты, мусульмане, гомосексуалисты, террористы, больные дегенераты, путаем и дорога. Сила в единстве, единство в вере. Я богобоязненный англичанин и чертовски горжусь. Не хватит, пожалуйста. Спасибо большое. Черт. Вот эта сцена, она просто культовая, когда одеваются два человека. Оба собираются нарушать закон. Двое. Женщина, которая красит губы и собирается, я так благодарю, к молодому человеку. Так одеваться, это, по-моему, понятно. И вот этот сверхчеловек, который медленно чистит сапоги, одевает маску, одевает пояс с киджалами, одевает плащ, и так далее. Они оба собираются нарушать закон. Большинство ступят ковендантский час. Но одному можно нарушать закон, вот этому человеку, сверхчеловеку, а другому нельзя, потому что его ждут ужасные испытания. Если бы не вот этот человек, то эту женщину бы просто изнасиловали и вот этим людям, которые из безопасности им и за это ничего не было, потому что они стоят на страже безопасности. Когда безопасность превыше всего, возникает вот эта вот вещь, которую вы сейчас увидите на экране. Внимание. Начинается комендантский час, и соединили. Весь персонал в комендантский час в меру. Это жесткая мера для вашей безопасности. Весь персонал без допусков подлежит аресту. О, извините, я нечаянно... Куда не спешите? Да я... Это уже комендантский час. Дядя очень болен. Ах, болен дядя. Поверим, Вилли. В эту басню, с какой стадии? Да, я виновата, в комендантский час выходить запрещено, я знаю. Так может в искупление своей вины ты немножко убавишь нас. Видишь, мой друг тоже болен, правда, Вилли? Еще как. Жуткий сперматоксикоз. Не трогай меня. Вилли, у киски есть кокфей. Она нам угрожает. В самом деле угрожает. А чем чревата ее тертость? Тем, что мы сами можем придумать ей наказание. И тебе придется проглотить это. Вы из безопасности. Ты смотри, соображай. Не надо, пожалуйста, я не знала, мне очень жаль. Еще не очень, но все поправимо. К рассвету ты будешь жалеть себя, ведь не аж будет всех сил. И еще ты жутко устанешь. Немножко прошло вас, отпустите. Это не повторится никогда. Клянусь, пожалуйста. Ну что, скажите, что палка лучшая воспитатель. Все мысливые мерзости природы вокруг него раятся словно пчелы. Это еще что? Замаливай, у него нос. Тебе бросает в пользу пранной сталью дымящийся разбитник. Мы из безопасности. Ничего страшного. кавер 。 кем кем а а кас а а а а а а Господи Иисусе! В этом все грешны. Доказано, что намужным лицом и постным видом мы и чертом можем обсохать. Ты что ты собираешься делать? Воспитать тебя. Просто убить тебя-то. Поверьте, я не желаю вам зла. Кто вы такой? Кто? Счастье в том, что вы казаться и быть одними тем же. Я тот, кем кажусь, человек в маске? Ну, это я вижу. Разумеется, видите. Я не ставлю под сомнение вашу наблюдательность. Я лишь отмечаю, как парадоксально звучит вопрос, кто вы, адресованный человеком в маске. Ну да, верно. Но в этот славный вечер, взамен того, чтобы просто назвать имя, позвольте описать характер персонажа. Вуаля! Пред вами модельный ветеран, которому всевластная судьба давала роли извергов и жертв. Сей образ невысокомерием выдуман. Он слупные воспоминания в Окс-Популе, что в нынешнее время вышло мертво. Приняв великолепный внешний вид молвой навеки, выдворенный обличителю возбродился, поклядшись выводить все проявления скверной, своей корыстной, бессовестной, невежественной думы. Он вынес ей единственно возможный вердикт Вендетта и клятвенно заверил вершить его и рвение вознаградиться, ведь верность, нравственность, отмага всегда одерживают веру. Воистину я выше всякой меры летима и высплев весьма доволен знакомством с вами. Меня ж заветит просто В. Вы, наверное, душевно больной? Уверен, многие так скажут, однако с кем имею честь беседовать? Меня зовут Иви. Иви. И-В-И. Ну да, конечно. В каком смысле? В том смысле, что я, как и Господь, не бросаю кости и не верю в случайные совпадения. Вы пострадали. Нет, все хорошо. Благодаря вам. Я просто сыграл свою роль. Скажите, вы любите музыку Иви? Наверное. Видите ли, я в некотором роде музыкант и как раз направляюсь на своеобразный концерт. Ну и на чем вы играете? Обычно на ударных. Но сегодня я собираюсь справлять самым протестом. Хотя в особого случая Игут почтенцы, вы ко мне присоединитесь. Нет, извините. Надо возвращаться домой. Даю слово. Вы увидите нечто совершенное темно-поэмное и домой вернетесь в полную безопасность. Ну ладно. Как прекрасно. На лучшей сцене и мечтать нельзя. Я не вижу инструментов. Ваша наблюдательность продолжает вверху слушать вам. Терпение. Этот концерт я посвящаю богине правосудия и славному празднику. Правда, сама богиня Сулия во всему покинула эти края и место ее занял лицемерно самозванец. Знаете ли вы, какой сегодня день и день? А, 4 ноября? Уже нет. Помню, не зря пятый день ноября и заговор пороховой. Проходят века, но скорбь и тоска всегда остаются со мной. Начнем с увертюры. Да. Да, конечно, струнные. Внимание, вы слышите? Теперь духоры. Я слышу. Иди послушай, мам. Куда я слушаю? Как это у нас получается? Подождите. Сейчас будет хрещено. Внимание, у вас было 5 часов. Прошу доложить мне результаты. То есть, обратите внимание, разрушается символ этого государства, символ этого общества, вот этой мерзости, которая происходит. А вот и как распаковывается символ, вот в это чудовище, которое сидит на экране, которое, типа, главный тут злодей номер один, и он требует отчета. Прошло 5 часов, он говорит, что вы предприняли, господа. Ну, что предприняли, конечно же, ничего. Что могут предпринять господа? В Европе вообще никто ничего не может предпринять. Потому что в Европе люди, у которых нет мозгов, они предпринять ничего не носят. Вспомните эпидемию коронавируса, как бы, да, сначала вы помните, да, китайцы заболели коронавирусом, а Европа кричала о правах человека и говорила о том, что нельзя закрывать границу с китайцами. Ну, да, конечно, это же невыгодно, потому что с китайцами же огромные связи финансовые, как бы, и поэтому говорили, что нет, нельзя. И поэтому китайцы поехали в Европу для того, чтобы немного развлечься, ну, привезти немного коронавируса. Ну, для себя. Понимаете, как в Украине говорят, трешечки для себя, да, то есть привезли немножко коронавируса. Берите внимание, что согласно идее, согласно статистике, первым коронавирусом заболели люди в Баварии, когда прилетела некая китайская, которая решила преподавать китайский язык. Но обратите внимание, что Бавария не стала разносчиком инфекции, и там все быстро локализовали, быстро ко всех госпитализировали, уже все выздоровели и домой отправились. Но в Европе есть люди, отдельный тип людей, а их называют итальянцы. Вот когда там началась вот эта эпидемия коронавируса, все тоже говорили, ну, зачем закрывать Бальцана, зачем закрывать границу с Иссавстрией, Германией, все было очень хорошо. Ну, а дальше откройте газеты, вы все увидите, да? Ну вот, смотри, какой красавчик. Давайте посмотрим, что нам скажет. Мистер Крити. Мы отцепили район Б. Все важные свидетели были задержаны. Хорошо. Мы нашли воспроизводящее устройство, подключенное к чрезвычайной системе радиовещания. Файл содержал вертирую Чайковского, 1812 год. Не внести в черный список, чтобы эту музыку я больше не слышал. Если мы удвоили число профилактических арестов, а также прослушивающих устройств, следует отметить высокую интенсивность. Обратите внимание на то, что они сделали. Мы удвоили число профилактических арестов и число прослушивающих устройств. Это самый важный метод, который необходимо было принять, конечно. Нет ответа только на самый важный вопрос, кто это сделал. А количество арестов, количество прослушивающих устройств, как вы понимаете, на этот ответ, на этот вопрос не дают. В Европе всегда все делают то, что не дает ответ на вопрос. То есть, что-нибудь, чтобы это выглядело, ну, даже не тогда радикально, но это ведь во имя безопасности. И поэтому количество профилактических арестов, безусловно, необходимо было удвоить. Представляете, что такое профилактический арест? Это так, для разнообразия, пошли немного наловили людей. Немного наловили людей. Да сегодня, а что, в принципе, нормальное утро, трудно войдя. Давайте наловим, как бабочек, немного людей. Ну и посадим вот в банку. Ну, а почему так? То есть, людей уже уподабливают насекомым. То есть, в данном фильме людей изначально... Посмотрите, с какой рожей он это говорит. Вот вы видели вот это несчастное лицо, обезображенное гримасой, блин. Ну, вообще, на самом деле, все действующие лица, сидящие за столом, очень скоро умрут. Очень скоро умрут. Почему? Ну, потому что такова их судьба. Такова их судьба. Зло, оно поглощается Галил Бадриару большим злом. А вот этот человек, который в этом фильме играет Антиподу, он просто бесконечное зло. То есть, как бы, он совершенно не ущербное, а бесконечное зло. Как вы видели, он их просто убивает. Просто так, для разнообразия. И вот это его действие, оно приводит в истерику этих людей, потому что они с ним ничего не могут сделать. В силу чего? В силу того, что он сверхчеловек. Он думает быстрее, действует выверенно. И вы увидите, сколько раз будет так, когда им будет казаться, что все уже вроде закончено, и тут какая-то неприятность. Опять, 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 опять. Давайте дальше посмотрим, что это. Мы начали акцию, названную аварийный снос здания. Отправили материалы на телевидение, в прессу и в Интерлинг. В интервью эксперты подтвердили необходимость экстренного сноса Олд Бейли. Пусть про Тера поговорит об опасности аварийных сооружений и о том, что не стоит цепляться за образы костного прошлого. И пусть в конце добавят, что Юр Бейли, процветающий символ эпохи и светлого будущего, это воздаяние за нашу веру. Мистер Хэр. Канцлер, наши камеры видеонаблюдения зафиксировали террориста, но маска не позволяет провести опознание по радужной оболочке. Мы получили описание девушки, которую люди Криди пытались задержать. Кто она, мистер Финч? Неизвестно, сэр, но мы работаем в этом направлении. Что еще? Мы нашли оба места запуска фейерверков и собрали остатки зарядов. Но, к сожалению, несмотря на высокий уровень подготовки и исполнения, все использованные компоненты имеются в свободном доступе, что затрудняет поиск покупателя. Кем бы он ни был, канцлер, он умен. Можете оставить при себе свои оценки, мистер Финч. Пойдемте, мистер Финч. Джентмены, это испытание. Упоминание об уме вызывает истерику. Оставьте себе. Ну, естественно, конечно. Зачем вообще думать о том, что кто-то умный или кто-то глупый? Ведь любому дураку, знакомому с работой спецслужб, с работой криминалистов и так далее, характеристика личности является одним из основополагающих факторов его розыска. Но этой системе характеристики личности не нужны. Нужно просто повысить количество числа профилактических арестов. И все. И все получится. Обратите внимание, что сегодняшняя Западная Европа находится в зачаточном состоянии этого пророчества. То есть поведение канцлера Ангели Меркель, оно точно ведет Европу сейчас вот к этому положению. То есть Германия превыше всего, это фашизм. И тут обратите внимание, ведь вы же прекрасно понимаете, что в Британии никогда в жизни не было канцлера. То есть такой должности в Британии существует только в Германии. Но почему-то она здесь появилась. То есть в Британии появился канцлер. Ну это интересно. Давайте посмотрим дальше. Стойкость веры. Проиграв мы поставим под сомнение все, во что мы верим, все во имя чего мы с вами бороться. Сомнение опять вернет нашу страну в хаос. И я не допущу никаких опасных поворотов. Джентльмены, этот террорист должен быть найден и должен почувствовать, что такое террор на собственной шкуре. Англия превыше всего. Британская телевизионная сеть. Думаете, люди в это поверят? А почему нет? Это же БТН. Мы сообщаем новости, а не выдумываем их. Ради бога, не трогайте. Телек, по-моему, накрылся. Добрый вечер, Лондон. Простите за вторжение. Чрезвычайно. Многие из вас понимают, как удобно повседневная рутина, как безопасно, хорошо знакомое однообразие, как покоренно повторяется. Вот дьявол. Я наслаждаюсь этим, как любой человек. Но определенные события прошлого, обычно связанные с черепой смертью или завершением жестокой кровопролитной борьбы, остаются в памяти людей. И те, отмечают их праздниками. И я подумал, что мы можем отметить 5 ноября, дату, да ими, к сожалению, позабытую. Давайте отвлечемся от повседневной жизни и немногое по беседе. Найдутся, конечно, те, кто не желает нашего общения. Я полагаю, что в стране месту продаются приказы по телефону, и люди с оружием скоро отправятся исполнять. Нет, канцлер Сатлер. Прокляйте. Почему? Потому что хоть вместо беседы и можно использовать дубинку, слова никогда не потеряют свою силу. Слова передают смысл и возмещают истину тем, кто им внимает. А истина проста. С нашей стороной творится что-то неладное, что-то ужасное. Вы так решили, сэр. Это ваш приказ. Ну вот, идея номер один. С нашей стороной творится что-то неладное. Знаете, пока один человек не скажет это, у других ни у кого и даже мысли не возникнет, что что-то не так. Он же, помните, он перечитает, рутина привычна, повторяемость, она как бы глобальная, да, то есть и так далее и тому подобное. В принципе, любой человек может уговорить во всем, что ему угодно. То есть он как бы, по сути, себя может привести в состояние, когда ему кажется, что вот то, что творится, в принципе, нормально. То есть, как бы, сейчас на наших глазах с вами, ну, по сути, рушится Евросоюз. И они сегодня заседали в Европе там. Хочу напомнить, ну, очень интересную вещь. Еще пять лет назад Евросоюз собирался учить жизни Украину. Он собирался помогать Украине строить настоящую демократию. Как видите, на Украине сегодня ничего не происходит. Если бы не солидарность правительства и президента с Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки, ничего бы не происходило, понимаете, ничего бы не было. То есть, по сути, в Украине там какое-то ничтожное количество зараженных коронавирусом или просто простудой, или вообще не знаю о чем. Ну, они должны появиться в Украине по-любому, вы же понимаете, да? Если в Европе есть, почему у украинцев не нужно быть коронавирусом? То есть, что-то должно быть обязательно. И обратите внимание, Европа, которая всех учила жизни, попав в совершенно элементарную ситуацию, не смогла справиться с совершенно банальной элементарной ситуацией. Сегодня в Европе хаос. То есть, люди не знают, что делать. А правительства заседают и, в общем-то, говорят, сидите все дома, никуда не выходите. Ибо мы вас накажем, если вы будете выходить из дома. Но это посекательство на конституционные свободы, как бы, граждан. Да, то есть, по сути, вместо того, чтобы решать проблему вируса, решаются проблемы ограничений. Ну, вот, дальше... Пусть даже мы во все тебе закроем. Нетерпимость и умнительность. В стране, когда-то была свобода и наковыслие, где человек мог говорить то, что думает, теперь властвует цензура и тотальный надзор, принуждающий подчинению и навязывающий непротивополучной камерой. Как это случилось? Почти или нет? Безусловно, одни причастны к этому более, чем другие. И с них в свое время спросятся. Но все же признаю брату, если вы хотите увидеть ведомника, достаточно просто посмотреть в зеркало. Я понимаю, почему вы так поступили. Я знаю, вам было страшно. Кто бы не испугался войны, террора, болезни. Тысячи детства и словно говорили сбить вас с истинного пути и решить здравого смысла. Страх одолел вас, и в панике вы бросились к мейсскому верховному канцлеру Адаму Санкера. Он обещал вам порядок, он обещал мир, и взамен потребовал лишь вашего молчаного вопроса. Инспектор, время осталось немного. То есть, по сути своей, то, что описывает эта маска, все ждут мессию спасителя. То есть, опять, в очередной раз, как бы, должен появиться злодей, который спасет Европу. И можете не сомневаться, такой злодей рано или поздно появится. Если не в этот раз, то в следующий раз, рано или поздно, злодей, спасающий Европу, появится. И тогда Европа превратится в то, что мы видим в этом фильме.